приветствуем вас на канале семьи савченко сегодня мы расскажем вам о нашей миссионерской поездки в церковь города дуран штат вискансен доброе утро детки детки всегда очень рады всем нашим поездкам и всегда с нетерпением ждут лёша готовится к проповеди девочки собирают все необходимое чтобы ничего не забыть к заводит машину вот почти 8 часов утра воскресенье 7 февраля мы собираемся на посещение церкви на улице холодно снег выпал новый но все очень радостные довольны что мы можем поехать навестить еще одну церковь даже дженнифер маленькая она тоже всегда знает что мы едем на посещение в церковь и детки все пристегивается на своих сиденьях и вперед поехали этот город называется дурант находится он в 97 километрах от нашего города по переписи 2010 года там проживает всего 1900 человек всего 838 как бы домов где живет 510 семей очень старинный город основанный в 1856 году вот школа правда новая построенная а так в основном старые здания красивое место город находится на берегу реки чипова через 15 миль от этого города река впадает большую реку миссисипи хотя мы были там зимой вот 7 февраля но все равно видно что город расположен в очень красивой местности река и холмы где мы ехали и вот конечно вот это вот центр города вот там даже есть пиццерия алекс а вот мы спрашивали нашего лёша не сделали он там пиццерию проезжаем мы дальше и церковь находится прямо в центре города небольшой такой вот городочек и вот здесь вот церковь нас очень гостеприимно и радостно встретили и мы сразу почувствовали себя в такой домашней обстановке интересно что пастор церкви еще до того как мы приехали выучил уже все имена наших детей и я бы сказала очень хорошо лучше нам показали сразу куда поставить свои вещи девочки сразу ставили столик жена пастора нас встретила и мы стали тут располагаться готовиться к служению лёша с пастором обговаривают вопросы служения очень хорошие добрые люди девочки старшие стали готовить столик а маленькие девочки раскладывали программки всегда когда мы едем на посещение в церкви мы печатаем программки где мы пишем последовательность нашей программы чтобы люди знали примерно что их ожидает сколько у нас песен сколько выступлений и каждый получать такую программку собрание началось с класса воскресной школы лёша попросили рассказать откуда он приехал и какая у нас семья чем мы занимаемся какое служение и также лёша рассказал в какой семье он вырос как он пришел к богу девочки спели трио песня называется течет ли жизнь мирно подобно реке всегда мы покоимся в божьих руках то есть всегда он заботится о нас после этого класса у людей была возможность задать вопросы любые которые которые их интересовали и после этого был перерыв перед собранием когда люди могли пообщаться попить кофе и приготовиться к служению многие люди подходили к столику задавали вопросы смотрели фотографии брали диски и просто знакомились и общались было очень приятно познакомиться и приобрести новых друзей в 11 часов началась наша программа мы начали как обычно нашей песни которую мы поем по-русски и по-английски скоростью скорость и 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 Затем детки пели песню «Пой о любви Господу», что Господь скоро придет за нами и возьмет нас всех на небо. Затем было время, когда Леша рассказывал о нашем служении, чем мы занимаемся, что мы посещаем церкви, ободряем христиан и также несем Слово Божье тем людям, которые еще не знают Господа. «Милости Господней, вспоминай, считай» играли детки на колокольчиках. Девочки пели трио. Слава Богу за то, что все, что мы видим, Господь так прекрасно создал. Маленькие девочки рассказали стих Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы никто не погиб, чтобы все спаслись». Детки пели песню «Людям нужен Бог», «Что столько страдания вокруг, и никто не может помочь людям, только Бог». Трио девочки пели, Викочка, Аленочка и Нелечка пели письма о свече. Слова в этой песне, что у каждого у нас душа, как свеча. У кого-то горит ярко, а у кого-то еле-еле тлит. Поэтому мы должны поддерживать слабых. Леша говорил проповедь о том, что самое главное — это нам быть ближе к Господу. Что Господь — это самая большая драгоценность для нас. Как апостол Павел говорит, что ради Христа я от всего отказался. Что Господом мы должны дорожить больше всего в жизни. И в конце и пастор, и вся церковь, наши девочки, мы все вместе пели песню «Таков, как есть». Я прихожу к Господу такой, как есть. Господь нас принимает такими, какие мы есть. И помогает нам исправиться, помогает нам очищаться от наших грехов, спасает нас, любит и прощает. Пастор закончил собрание молитвой. И все мы остались еще общаться. И после собрания нас повели вот такому к столу, где подарили каждому из нас в нашей семье подарки. Тема 11 человек. Имя написали, и такие закладки сделали для деток. Каждому, что означает их имя. Все мы еще общались, а потом кушали вкусный обед и продолжали общаться и знакомиться. Интересно было наблюдать, как детки быстро знакомятся с другими людьми. Дали нам столько подарков всяких. Хороших. Девятишек. Даже Джену только подарок делали. Так что очень хорошо пообщались мы. Так что собираемся ехать домой. Сейчас собираемся ехать домой. Что будет собирать там? Молодежь стояла и решили спеть песню, которую знают и наши девочки, и их молодежь. Очень приятно, конечно, видеть и слышать, как такие молодые люди так быстро находят язык и песни славят Бога. Хорошо очень быть в общении, знакомиться с новыми друзьями, но пришло время, когда и нам уже пора было ехать домой. Детки были уставшие, но довольные и радостные. Познакомились с многими людьми. Детки были хорошие? Тебе понравилось? Ты пела там? Дженнифра, ты пела? И Дженнифра тоже пела. Мне понравилось, как Кэти играла на колокольчиках. Кэти? Она так усердно, так, пам-пам, свои эти колокольчики. Да, для нее одежда новая была песня. Дорога была недалекая. Слава Богу, что мы хорошо доехали. Очень приятно было побывать в этой новой церкви, познакомиться с людьми, которых мы никогда раньше не видели, но так быстро сроднились с ними. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели наши видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте ваших друзей. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин